Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прилюдно». Мы находимся накануне Светлого Христового Воскресения. Поэтому вполне естественно, что сегодня в гости я позвала к себе священнослужителя. Этот человек мне интересен по многим причинам. Прежде всего, у него есть свой взгляд на те процессы, которые происходят на сегодняшний день у нас в стране и в мире. И уж, конечно, мы будем с ним говорить сегодня о духовности. Итак, у меня в гостях сегодня отец Виталий, клирик Свято-Георгиевской церкви. Здравствуйте! Здравствуйте! Присаживайтесь! По-прежнему трудно знакомиться с женщиной и здороваться за руку. Ну, мы знакомы. Мы знакомы, да. Но все равно это такое чувство совершенно необычное. Руку жмут мужчины в знак какого-то доверия. А это явно какая-то такая западная... Ну, это светская часть нашей беседы. Как такие чмоки в пустоту называются. Но мы примем. Поэтому сразу к вам первый вопрос. Мы сегодня с вами... Я к вам буду обращаться как к духовному лицу, либо это будет беседа, разговор двух лиц, которым интересно поговорить на совершенно разные темы. Я совершенно четко и твердо понимаю себя как человека церкви, конечно же. Но в то же время, и слава тебе, Господи, я не уполномочен и не могу делать никаких заявлений от лица всей церкви. Это прерогатива патриарха, митрополита. Но как человек, как духовник, как человек, который исповедует людей, я, безусловно, имею свою позицию человеческую, гражданскую. Как священник я оберегаю своих прихожан иногда от чего-то, оберегаю себя от чего-то. Но с вами мы можем быть свободно, обсуждать все, что угодно, потому что мы говорим, за чашечкой чая, кофе, что там у нас получится заказать. Да, сейчас мы попросим. Да. Ну, в любом случае. И сделаем заказ. Мне интересно, что вы выберете. Добрый день. Здравствуйте. Я буду пить чай, только я вредный в выборе чая человек. Травьной, тоже черный. Нет, я буду пить натуральный чай, зеленый, по возможности, китайский. По возможности, не ароматизированный. Не ароматизированный. Неужели у вас? Чайный гонпаул. А что еще, кроме китайских? Не кроме, а вообще, что еще китайское водится у вас? Китайское. Только чай зеленый есть. Ну, зеленый какой? Гонпаулдер? Гонпаулдер, да. Будем пить порох, раз ничего. Милкий улун. Милкий улун мы пить не будем. Это для девушек. Это для слабого пола. Это была не рекламная пола. Мне остается только добавить. Но я разделю с вами ваш выбор. Хорошо. Поговорим за чашкой чая. Хорошо. На наши с вами важные... И плюс мы останемся свободны в разговоре, потому что, еще раз говорю, что мы разговариваем с свободными людьми. Прекрасно. Я любые вопросы готов слышать. Тогда вопрос очень простой и очень сложный одновременно. Что есть в православии сегодня для Молдовы? Когда этот народ сделал свой выбор, а это всегда уникально, то есть выбор целым народом к какому-то религиозному пути – это феномен. Есть всякие бесконечные, такие безобразные предположения, что вот кого-то заставляли в истории быть верующим, кого-то не заставляли. Я думаю, что это унижает своих предков. То есть человек в свободе. Его невозможно принудить веровать. Все равно как заставить человека любить. И поэтому выбор веры – это факт какого-то, я бы сказал, небесного промысла. Это не всегда даже связано с земной нашей человечностью. Потому что вся история – это разговор человека с Богом. То есть Писание нам открывается, что у истории есть смысл. То есть он есть. И это смысл именно в Богообщении, что человек способен и может к этому общению пододвигаться. И поэтому вот это православие, оно определило не только судьбу этого народа, а оно связало его в какой-то особый путь, который будет давлять над этим народом, даже если он от него откажется. И вот это парадоксальная вещь, что сегодня мир стремительно теряет религиозность, мир стремительно становится даже не светским, а в мире возникает новая форма диктатуры, совершенно очевидная, на мой взгляд. И тем не менее, вот эти наши бэкграунды, вот эти корни, о которых мы уже не знаем, но которыми вскормлено все в нашем языке, в литературе, в традиции, оно будет над нами, когда мокло вещь, такой меч висеть, и очень больно нас ранить по-прежнему. Я когда задавала вам этот вопрос, я имела в виду, прежде всего, вот что. Вот смотрите, Молдова – это монорелигиозная страна, православие у нас 90 сколько лет. Ну да, скажем так, мажоритарно, максимально исповедно. И получается, что именно православие могло бы стать тем звеном, которое связало бы наше сегодня столь разрозненное общество, но не стало. Вот с вашей точки зрения, кто в этом виноват? Церковь, государство, может, митрополия, может, паства не такая? У нас действительно существует вот этот удивительный фактор стабильности религиозной, когда мы действительно все основные народы, населяющие эту землю, молдаване, как гагаузы, украинцы, белорусы, русские, то есть мы православные. Две-три минуты – время заваривания, а потом желательно извлечь пакеты с учетом. Спасибо. Спасибо. Это действительно уникально в том смысле, что у нас есть один культурный код. Это очень важный элемент. Он не сработал во многих вопросах, к сожалению. Не сработал именно потому, что каждый народ в своей исторической судьбе пережил разные совершенно сцены, картины, опыт там каждый народ вынес свой. Русский народ пострадал гораздо сильнее, чем молдаване, потому что прошлый век обозначился революцией, которая в 17-м году как мамай стерла сознание людей. И к 40-м годам уже выросло поколение, которое веры не имела. Молдавии повезло больше. К нам пришла советская власть фактически после войны, довоенный год можно не считать. И поэтому в Молдавии сохранилось очень много традиционных вещей. Мы помним своих бабушек, верующих, тетушек. До сих пор эта традиция жива. Ко мне часто приезжают священники из России, они поражаются многим вещам. Они говорят, почему молдаване так много используют в своей национальной музыке? Ведь в России потеряна национальная музыка своя. Ее нет, она не звучит. У них на свадьбе Верка Сердючка, Филипп Киркоров. Мы же предпочитаем свои корни. В каком-то смысле это очень важный элемент. И во многом вот именно это разобщение опыта, оно и не дало сработать вот этому религиозному единству. Оно не дало еще и потому, что как раз именно отсечение человека от религиозных корней рождает в человеке совершенно новую историческую перспективу. Ну вот простой пример. Вот сейчас события, которые происходят на Украине, допустим, и мы все переживаем за них и смотрим. Какова интересная, вот разная реакция. Румынские унионисты, они приветствовали то, что сделал Путин, присоединив Крым к России. По понятной причине. Потому что они рассматривают нашу землю как кусок своей исторической земли. И они тоже надеются присоединить его к себе. Ну не все в Румынии, некоторые будем говорить. В этом случае, молдавские унионисты, разумеется, восприняли это как безобразие, как аннексию, потому что они переживают, что такой сложный сосед под боком, который может в любую секунду устроить себе границу, с кем он хочет. То есть это говорит о том, что важен даже не религиозный фактор в данном случае, а важно то, о чем сказал Христос в Евангелии. Где сокровище твоего сердца, там и ты будешь. Что ты любишь сначала важно. И вот мы, как православные люди, мы остаемся людьми достаточно разными внутренне. То есть кто глубоко религиозен и знает свою веру, кто поверхностно, кто вообще никак. И соответственно, вот этот религиозный фактор, он перестает играть доминирующего. Он продолжает работать как сок жизни, который ты не ощущаешь. Но тебя уже ведут твои страсти. То есть ты уже живешь в каком-то контексте другом. И ты смотришь, в первую очередь, на что ты любишь. И вот что ты любишь, там ты будешь. Если ты не любишь, допустим, это, то для тебя это будет всегда плохо. Если ты любишь эту, то для тебя это будет всегда хорошо. И поэтому, вот когда заходишь, допустим, на сайт майдановцев, у них особый мир. Все логично, все сложено, все красиво. Входишь на сайт антимайдановцев, то уже не менее все логично, стройно и красиво. Потому что каждый из них любит это. И вопрос правды, он заключается, к сожалению, в нерелигиозном человеке не в том, что есть правда перед Богом. А в том, что есть правда моего сердца. Моя минутная правда, которую я сейчас люблю и которую я хочу. Я думаю, что в Молдавии произошла некая подобная история. Мы очень сложно расходились. Очень сложно наша страна ломалась. И, конечно же, мы все пережили это как личные трагедии. То есть во многом это запало как рана, как боль. И это, конечно же, навсегда будет теперь такой, что ли, определяющей историей, в которой мы будем либо жертвами, либо палачами, либо, может быть, какими-то добрыми людьми. Но... Судя по всему, сейчас больше, наверное, палачей. Я думаю, что да. Меня вот поразило в этой ситуации, например, опять-таки с Украиной, что нарушились целые исторические дружбы. То есть люди друг с другом ссорятся, люди друг с другом теряют отношения, ненавидят. Вот по причине этой ситуации вдруг человек готов разорвать там многолетнюю дружбу. А церковь молчит. К сожалению, к сожалению, не все так просто. Не все так просто в церкви и не все так легко, как это видится со стороны. Я думаю, что у церкви позиция всегда очень бережная. Я не могу, например, в своей проповеди, в храме или в том, что я делаю как священник, я не могу быть разделяющим. То есть это невозможно. Потому что если я скажу какое-то слово в поддержку одних, это тронет других. Если я окажу какое-то содействие чему-то, что любят одни, не любят другие, то это будет неверным. Священник, он как бы в своем служении все-таки пытается привести человека ко Христу. Это очень важно. Как человек я, конечно же, эту ситуацию переживаю. У меня есть твердое личное убеждение, мнение. Я знаю, если позволите, я все-таки вас потом о ней более подробно спрошу. Сейчас хочу вернуть наш разговор в какое русло. У нас церковь отделена от государства. Но вот эту связь или зависимость, скорее, я лично ощущаю очень сильно. Она существует. И вот тот самый, например, чтобы не ходить далеко за примером, пресловутый закон о равенстве шансов. Он показал. Вы как считаете? Зависимость существует? Вы знаете, во-первых, сам закон об отделении церкви от государства нелеп и глуп. Этот закон был принят, кстати говоря, советским правительством, ленинским, в чистую кальку с французской доктрины церковной. Для католиков церковь и миряне – это разные вообще составляющие. Отделить церковь от государства означало отделить священнослужителей от управления государством, от присутствия в общественной жизни и так далее. В православном понимании церковь – это всеверующие. Но что, наш президент Тимофтьев, он заходит в парламент, и там есть отдельная комната, где он снимает крестик с себя и вешает его на полку? Он что, перестает быть христианином в какую-то секунду? Или он им является, или он не является христианином? Поэтому сказать об отделении церкви от государства – это все равно, что сказать об отделении граждан, которые христиане, от жизни этого государства. Я как христианин участвую в общественной жизни, я плачу налоги, я там вожу детей в школу, и как налогоплательщик я в праве, например, требовать, чтобы мои налоги использовались в том числе на религиозное образование. И это не будет являться сращиванием церкви с государством. Это мое право как налогоплательщик. Почему-то мы в Молдове себе, может быть, как бы так, это понятно. Но смотрите, ведь есть же страны, в которых есть много религий, и там с этим сложнее. Сложнее. Да, там и мусульмане, и католики. Но ведь никто не мешает, никто не мешает и этим людям также свои права отстаивать. Почему нет? Например, существует там общая принятая практика. Если в храме, допустим, если в регионе присутствует мусульманское большинство, то в этом случае они совершенно твердо и намеренно требуют от государства, имеют на это право пригласить своих учителей. И государство обязано их оплатить. Заметьте. Меньшинство же религиозное, например, те же христиане в том месте, если их, допустим, менее 5-7%, они в состоянии своей общины оплатить преподавателю. То есть каждая община может разделить эти вещи. Здесь не обязательно должен это делать пастор или священник, или мусульманский мулаф. Это может быть и светская составляющая. Но согласитесь, что в стране весь мир и быт, который создан и соткан православием, не знать этого в школе, это катастрофа, на мой взгляд. Это страшная катастрофа. Я вот всех могу спросить в камеру, допустим, людей, которые нас смотрят, кто из них помнит из школы слово «Византия»? Не помнит, наверное, все-таки. А мы являемся, согласно описанию ЮНЕСКУ, да. Вот по юнесковской классификации мы являемся народом восточно-византийского христианского наследия. То есть, по сути говоря, как можно, не зная свои исторические корни, вот в этом смысле, считать себя достойным, свободным гражданином. Поэтому я хочу сказать, что религиозность, которая отделена от государства, подразумевает лишь то, что церковь не участвует в управлении государством. Но во всем остальном я категорически не понимаю, каким образом можно меня, как христианина, отделить от того, что я делаю. Как можно президента отделить. И, по сути говоря, если возвращаться к закону равенства шансов, я теперь имею прямое право говорить своим прихожанам, что за этих людей нельзя голосовать. А вы говорите? Я буду говорить обязательно это. В данном контексте я конкрет, и это не будет вмешательством моим в дела государства. Потому что я, как христианин, совершенно твердо понимаю, что я не имею права на некоторые поступки. Король Бельгии не подписал закон об абортах как католик, зная, что его снимут наутро же. Он сам сложил полномочия короля, он ушел в отставку, закон был подписан вне его присутствия, и народ, пораженный этим шагом, восстановил его в королевском достоинстве. А вы все были среди тех, кто протестует против этого фокона? На разных стадиях его принятия, скажем так. Я не был, потому что мне не очень было это по сердцу вообще, собственно говоря, вот таким образом протестовать. Протестовать по сердцу? Протестовать. Я, к сожалению или к счастью, я не знаю. То есть я вряд ли когда-нибудь по какому-нибудь поводу пойду протестовать, разве что если уже просто придется в руки брать автомат. А почему? Ведь ваше же, я не скажу слово, коллеги, да, вот, да, но в какой-то степени. Вот, например, митрополит Маркел, он очень активно протестовал. Очень активно, да. Нет, я тоже принял участие в этом протесте, но я принял в каком смысле участие? То есть я выступал в некоторых передачах, то есть я озвучил свое мнение там в блогах, то есть я достаточно, как бы, вот для меня показалось, выразил некоторую позицию там в тех кругах людей, к которым мне важно было это донести. И по-прежнему я хочу сказать, что христианин не имеет права на некоторые поступки. То есть если христианин перешагивает эту грань, то этот вопрос совершенно открыто являет перед миром, что ты отрекся от Бога. То есть вот это как вот многие не понимают смысла слова «анафема». Анафема – это не когда церковь кого-то там выгоняет из своих рядов, а когда церковь всего лишь ставит печать, свидетельство, что этот человек не наш, он сам ушел из этого. То есть вот таким шагом, допустим, человек открытым образом провозглашает свою внутреннюю позицию перед всем миром. И этот человек с точки зрения христианской правды становится богоборцем. Этот человек совершает поступок, который его призывало не творить церковь. То есть это вы сейчас говорите о тех людях, которые голосовали за это? И кто будет за это голосовать? То есть любой человек, который будет продвигать эти вещи, то есть любой человек автоматически, без нашего церковного счастья, этот человек просто уходит от Христа. Он заявляет свое местоположение. Я не с Богом, я не со Христом, я в другой. Потому что, ведь понимаете, почему это для нас важно? Не потому что там какой-то закон отдельный. С чьями надо поработать. Я попробую сказать вам. Понимаете, в чем вся самая болевая точка? Ведь христианство – это не приложение к жизни, да? Как многие думают, что раз в посту я приду, причастюсь, что-то сделаю. Да, у нас как думают. Христианство – это видение человека. Это видение человека в его самой главной и самой высокой значимости. И этот образ человека нам явен во Христе. Вот когда Пилат, пытаясь смилостивить толпу, которая била Христа, вот это будет сегодня поминаться на страстях Христовых вечер на службе, Пилат, чтобы как-то их успокоить, он им показал на него руку и сказал, посмотрите, это же человек, это не Бог. Он сказал, эсса хома. И это было пророчество. Вот где человек. Христос – это человек, это образ человека. Ну хорошо, вот я начала говорить, вы так говорите об этих людях, которые голосовали, но ведь и в самой митрополии не все так гладко. Смотрите, конфликт, вот тот же Маркел и митрополит Владимир – это что? Это тоже страсти человеческие, та же гордыня, тщеславие. Конечно, конечно. Вот те же самые пороки. Мы не забудем и никогда. Это авторитет церкви. Понятно, но может быть в каком-то смысле, слава тебе Господи, что мы перестаем быть таким священным закрытым ящиком. То есть мы, к честности, вот добавя, могу сказать, что мы оказались не готовы к этой открытости, которая сегодня в мире наступает. То есть мы оказались ко многим вещам в этом мире не готовы. Мы оказались не готовы стать церковью своего народа, в первую очередь. То есть мы не смогли стать тем институтом, в который бы человек свободно бы вошел. То есть мы очень долго привыкли жить как раз с поддержкой государства, мы привыкли жить с законами царя-батюшки. То есть масса вещей мы с веками их накопили. Ну вообще, говорят, православие – это такая наиболее жесткая религия. Потому что у католиков все несколько, если можно так выразиться, в данном случае, это как бы демократичнее. Смотрите, у них приходят люди на мессу, садятся. Ну у нас тоже садятся. В Румынии, в Греции. Там тоже народ сидит. Я сейчас говорю про Молдову. Но мы взяли такой курс на русский путь, на более строгий, более суровый. В этом смысле я, может быть, с вами соглашусь. Я, правда, не знаю, какова цена, которую мы платим, например, в том же западном мире за эту свободу внутри церкви. То есть это может быть та самая цена, что сегодня в протестантском мире как раз возобладала совершенно мирская точка зрения. То есть они венчают однополые союзы, они готовы запрыгнуть на любой вагон этого поезда, этого мира, который идет. Вот католики все-таки сопротивляются пока, что они, может быть, наши единственные союзники сегодня. Они все-таки говорят слово о том, что аборты – это грех, о том, что эвтеназия – это грех, о том, что педерастия – это грех, о том, что вообще ненормальное воспитание ребенка – это тоже грех. То есть, по сути говоря, нам все равно они нужны как союзники, бесспорно, и мы им нужны в этом мире. Но я хочу сказать, что конфликты бесспорно существуют. И мы являемся в этом смысле организмом живым, в котором существуют люди. Например, я понимаю позицию митрополита, который должен лавировать и между властью в том числе, потому что он отвечает за церковь и как администратор в том числе. И существует, конечно же, позиция, в которой мы хотим, чтобы он был жестче, хотим, чтобы он был, скажем так, более точнее в своих формулировках. Но мы ведь не знаем всего. То есть мы не знаем каких-то там сложностей, мы не знаем тех разговоров, которые он ведет. Я, например, знаю, что митрополит очень активно участвует в этой дискуссии, знаю людей, с которыми он разговаривает. Я знаю прекрасно ладыку Маркела, очень его люблю, он активный человек, он очень такой харизматичный лидер. И поэтому, конечно же, эти вещи схлестываются, так не бывает. Среди апостолов какие были прения, и слава тебе Господи, Евангелие не спрятало от нас этих прений. И Христос говорил Петру, отойди от меня, сатана. То есть хотя только что утвердал, что ты, Петр, камень, и на всем камне я создам церковь мою. То есть как бы в живости этой и выделяются, может быть, как раз те ростки свободы, которые у нас должны прорасти. Хорошо. А вот мне кажется, что церковь сейчас пытается действительно стать гораздо активнее, чем была. Я имею в виду при патриархе Алексея. Не знаю, может, вы будете со мной спорить, но многие так люди считают, по крайней мере, они высказывают такую точку зрения вслух. И вот с вашей точки зрения, должна ли быть церковь на сегодняшний день полностью чужда политике, тому, что происходит? Ни в коем случае. Церковь вообще не может быть чужда ничему. Хотя бы даже потому, с чего мы начали, что политики христиане. И кто сказал, что мы, христиане, должны отдать им на растерзание в руки эту политику? Тогда партия, которая у нас пыталась несколько лет появиться назад, которая ставила во главу угла. Именно, значит, я сейчас говорю, да, вы, наверное, знаете, господин Пашат пытался выступить с политическим проектом, и тогда он не получил благословения, насколько я понимаю, от патриарха. То есть они сказали, что церковь – это одно, а политика – это другое. Ну, посмотрите, в Европе существует древняя традиция, достаточно серьезная традиция христианской демократии. То есть ХДС – это одна из серьезнейших партий в Бундестаге, в Германии. Собственно говоря, христианские мотивы существуют во многих демократических движениях Европы, да не только демократических, и даже либеральных. Хотя, как это связывается, я ума не приложу. Худшее, что явление на свете существует, по-моему, это либерализм. И вот здесь, в данном конкретном случае, я могу сказать, что церковь вполне может поддержать какую-нибудь партию. Это будет трудно всегда и непросто, потому что сама по себе партия – это шайка. То есть любая партия – это шайка. Ну, вы сказали, что любая партия – это маленькая банда. Ваши слова. Совершенно верно. Понимаете, ведь мы же имеем опыт беспартийной демократии. Ну, например, Русская Боярская Дума, или там Дума при Великом Короле Стефане Великом, Молдавском Господаре. Бояре были беспартийны. Но кто бы усомнился, что бояре – государственники. И боярин, который отвечает за место, которое его делегировало, он не всегда так легко возвращался в свое место, если царь не выполнял его просьбу. Потому что его могли потрясти за грудки и сказать, что же ты боярин-то натворил. И мы такие истории знаем повсеместно. Это, кстати, к слову, о тех, кто считает, что в древности люди были как бараны, которых куда хотели, туда и вели. Известно, что когда царь Алексей Михайлович Паштишайший возвращался в Москву, его так трясли за ворот шубы, как говорит историк, что царь месяц болел после этого. То есть это было возможно. Потряси сейчас Тимофтий за ворот шубы. Я что-то не видел, что кто-нибудь в нашей свободной современной демократии был настолько свободен. То есть это как раз к вопросу о том, что есть демократия. То есть она не обязательно должна быть партийной. Это во-первых. Во-вторых, церковь может участвовать в строительстве государства. Бесспорно. И я даже более того скажу, большего государственника, чем церковь, наверное, ни в одном народе мира нет. Потому что церковь, как никто, знает цену мира, как он дорог. И церковь всегда за этот мир. То есть за то, чтобы был покой, за то, чтобы люди могли развиваться как христиане. Но в то же время это не означает, что церковь должна быть подмята государством. А это всегда соблазн. Это жуткий соблазн. Потому что дайте мне подружиться с Дарином Киртуаком, понимаешь, на три месяца, допустим. И я могу, в принципе, что там, тихо разбогатеть. Это несложно. Тем более, что мы знаем много случаев, когда наши священнослужители были и являются людьми небедными. Знаете, как в народе говорят, кто поп, кто? Это человек, который с большим пузом ездит на Мерседесе. Это правда. Это правда. Хотя я не знаю попов на Мерседесе, честно, Катя, сколько раз в голове перепели. Ну, хорошо, давайте скажем на Лексусе. Ну, на Лексусе видел, не буду врать. А вот недавно свежий случай. Сегодня, кстати, в средствах массовой информации появилась такая новость, что, значит, вчера участником одного из ДТП был священнослужитель, который уехал с места происшествия на Порше. Что, это что, у нас в Молдавии? Посмотрите, да, это в Кишиневе. Вообще, хочу сказать, что фирму Порше в Молдавии надо закрыть. От этого священники будут вести себя вежливее на дорогах. От этого выиграет вся молдавская экономика. Потому что у нас, это автомобиль, он не просто выразитель достатка, а это автомобиль губитель многих вообще вещей, в том числе и предприятий и фирм, потому что хозяин пытается прикупиться. Вы здесь имеете в виду не только эту марку, я понимаю вообще какие-нибудь его марки. Ну, я конкретно о фирме Порше, что-то такая... У вас личная к ней неприязнь. Да, ну, у меня больше всего неприязнь к BMW. То есть, больше всего мне странные люди, которые ездят на BMW, и еще у меня все время возникает вопрос, почему они все время зажигают задние противотуманные огни. То есть, видимо, им нравится, когда все лампочки горят, и вот это именно почему-то свойственно в моем представлении. За BMW, как не едешь, все время задние противотуманные горят. В чем ездить? Я на Тойоте езжу. То есть, тоже, так скажем, машина не совсем среднего. Не совсем среднего, да. Тойота все-таки марка православная. Ну, в своем мироощущении я с японцами больше схожусь. Вот я никогда не приобрету себе европейскую машину, во веки веков. У меня был опыт со Шкодой, спасибо. То есть, это была первая и последняя европейская машина, которая попадалась мне. У нас с вами так много антирекламы, что меня сейчас заподозрят в том, что я хочу рекламировать определенные машины. Я хочу вас спросить о том, что согласитесь вы или нет, но я считаю, что вы очень политизированный священнослужитель. К сожалению. Не скрывающий своих политических предпочтений. Ну, только потому, что я свободно разговариваю. То есть, как бы в церкви, разумеется, я об этих вещах говорить не собираюсь. И мы просто говорим в неком формате. А разве можно быть священнослужителем? Вот в церкви я вот такой, а вот в соцсети я пишу другие вещи. Вы пишете другие вещи. Я вот зашла на вашу страницу. Можно я вас немножечко сейчас так это уколю? Ой, и прошла такие ваши эпитеты. Кровавый шоколадник. Это вы Порошенко. Вы называете хунтой часть людей на Украине. Ну, скорее всего, перепощиваю что-то. Ну, мне там... А в комментарии вы вообще про одного человека сказали, да бык он, вот и все. Ну, это коротко и ясно. Вот вы шокируете этим людей. То есть, получается, что вы там говорите какие-то красивые вообще вещи, а потом вы садитесь в Фейсбук и раздаете всем, так, некоторым, просто, мягко говоря, совсем не здоровятся от этого. Нет, я думаю, что не совсем так. Дело в том, что... Дело в том, что все Евангелие, все Евангелие – это одна сплошная провокация. Христос был, пожалуй, самым острым провокатором. Очень интересная точка зрения. Впервые слышали. Провокативность, она всегда... Она всегда ставит тебя в положение, где ты не можешь использовать стереотипы своего сознания. То есть, Христос, когда ему задавали вопрос, он говорил, а вы мне ответьте. Вы молчите, и я вам не скажу. То есть, Христос, например, предлагал ни много ни мало там Царствие Божие приобрести практически за даром. Это было шоком. Христос предлагал некоторые такие формы слова, и некоторые такие поведенческие в нем сквозили вещи, которые, конечно же, ставили человека перед серьезным вопросом. Огромная толпа людей искренне ходила и говорила за ним – бес в тебе. Бес в тебе сидит. То есть, это... Я, конечно, там ни в коем случае не меряю себя в эту мерку, но я понимаю, что блок, то есть место личное, где человек там высказывается, он существует для меня как тоже, как некоторые сети, в которые я пытаюсь не просто там сказать какое-то слово в небытие, да, а я пытаюсь в конечном итоге поставить перед людьми самые-самые важные вопросы. То есть, для меня не так важны все эти политические перипетия, как для меня важен вот этот мотив внутреннего человека, что его рождает как человека. Провокация, она всегда... Она всегда как бы опасна, потому что можно, конечно, не взначать человека и погубить. То есть, если ты не умеешь этим пользоваться, а я не великий специалист, я часто, к сожалению, в своих страстях там закипаю и ухожу туда, куда не нужен. Но я... но как бы тем не менее, я считаю, что это очень важная форма вот действия, когда ты бросаешь вызов человеческому сознанию вот тем, что ты стираешь вот эту грань стереотипическую, что вот поп должен быть такой. Кто сказал? Что, например, там гладкость человека заключается в том, что он должен только всем говорить доброе. Что, например, там правда заключается только в том, что надо говорить с Иосифусь, мир, дружба, живачка. Неправда. Христос говорил, что не только мир, но и меч он принес. Вот Евангелие – это меч. По сути говоря, это меч серьезный. А вот Новое Евангелие – это призыв Христа к любви, к доброте и к всепрощению. Любовь – это как раз чувство... Как вот у вас со всепрощением. Любовь – это как раз чувство, которое допускает войну. Толерантность не допускает. То есть любовь... Попробуйте, не знаю, украсть у меня мою любовь. Попробуйте заявить, что кто-то другой любит мою жену. То есть это как бы... Это не шутки. То есть это... Любовь – это единственная вообще вещь на свете, ради которой можно встать и умереть. Не думая. Ну вот материнство, да. Какая мама там не встанет и не умрет своего ребенка? Она думать не будет, что это там не нужно делать. И какой ребенок не уверен в этом? Я уверен, что она встанет и умрет за меня. То есть как бы любовь – это... Любовь – это постоянная война. Любовь – это кризис отношений. Я всегда думала, что любовь – это Бог. Бог – это любовь. И Бог, именно потому он ревнив. То есть Бог в Писании – это ревнивый Бог, который не допускает, чтобы твое сердце любило еще кого-нибудь, кроме Него. То есть ты в этом случае блудник, ты изменник. И Бог в ревности своей не творит ничего. Бог всегда не изменен. Но в своей ревности, то есть когда ты попадаешь в эту ревность, ты свое сердце искореживаешь. То есть ты предал любовь. Вот богобоязнь, когда говорят, что человек должен бояться Бога, да, это не квакер, который дрожит, а это страх потери этой любви. То есть любовь теряется на щелчок. Любой человек это знает. То есть вот раз – и ее нет у тебя в руках. Ты не владелец любви. А толерантность, которую нас призывает этот распущенный мир, он требует, чтобы ты открыл свое сердце для всякого навоза, который этот мир туда с удовольствием накидает. Я никогда в жизни, простите, и не сделаю этого. И христианин в этом смысле – воин. У нас апостолы, используя там в проповеди, используют очень часто атлетическую терминологию, военную. Там, братья, облекитесь там в броню веры, возьмите щит веры, возьмите меч Слова Божьего. И в конце концов Александр Сергеевич Пушкин предлагал нам глаголом «жечь сердца людей». То есть как бы Христос, куда приходит, там покой кончается. То есть провокация – это не троллинг, вот как в современном смысле мы это понимаем, да. А провокация – это когда человека вызываю. Вот если есть секунда, там такая… Я был свидетелем потрясающей истории, когда один монах – очень опытный духовник, но очень резкий человек. Это невероятный шаг. Когда он одного человека на исповеди, который себя стал похваливать так тихонечко между словами, он его стал понюхивать, человек очень высокопоставленный, там такой серьезный, там в военном звании. И этот монах говорит, слушайте, вы не чувствуете, дерьмо пахнет? Он как, нет, батюшка, не пахнет. Я ему говорю, пахнет, пахнет, вы понюхайте. Да это же вы, дерьмо, говорит. Я? Ну и начинается скандал. Да ты сам помнишь, знаешь кто? И вот они раскандаливаются. И вот этот отец мне рассказал, что он год ждал этого человека, молился за него, понимая, что он подверг его сердце страшному испытанию. Это опытный духовник, это может позволить себе только я не знаю кто. И этот человек через год к нему приехал. И он ему говорит, батюшка, вы не представляете, как я этот год провел? Я каждый день вас убивал. Я вот в мыслях, я хотел звонить в патриархию, чтобы вас раскатали бульдозером, чтобы вас там прибили, чтобы нанять кого-то, чтобы вам кости поломали. Я, говорит, и когда я понял, что вся моя жизнь, все содержание, это вот эта месть, я понял, что вы правы, я дерьмо. А у вас было такое вот что-то, чтобы вы кого-то мысленно убивали? Конечно было. То есть я думаю, что нет такого человека на земле, который кого-то не расстрелял в своем сознании. То есть это как бы, это некая такая вот доказательная база, я бы сказал, внутри каждого человека, который говорит, что мы себе не принадлежим до конца. То есть можно выйти с концерта органной музыки, будучи вдохновленным небесными звуками, попасть в маршрутку, где у тебя из кармана укрылут кошелек или наступит на ногу, и вся эта духовная блажь слетит, понимаешь, в одну секунду. Давайте перервемся на рекламу и продолжим наш интересный разговор. Рекламная пауза. Вот люди привыкли думать, что церковь – это есть, знаете, такой своеобразный образ жизни, образ мыслей, возможно, даже. И представляют себе священника, как человек немолодой, сгорбленный, с елейным голосом. Да, вот есть такой стереотип. А в то же время, вот в последнее время стали появляться священнослужители, которым явно назначены отношения. Да, я сейчас говорю об Андрее Кураеве, я сейчас говорю об Иване Охлобыстине, который там периодически то от Сана отрекался, то там, по-моему, он опять возвращался. Там тоже, то есть, один пишет сценарий, там, другой актер, там, вот, вы тоже поете Гребенщикова. Я правильно говорю? Конечно. Да. Вот с чем это связано? Вы хотите так вот показать, что церковь может огламуриться, либо вы хотите быть ближе к народу, либо вы хотите сказать, что церковь сегодня другая? Я думаю, что самое сложное и самое трудное – это быть настоящим. То есть, вот, очень легко действительно навести на себя, там, такой белый порошок, насыпать елейность и заговорить там какими-нибудь умными словами, растягивая их. Это несложно, поверьте. То есть, например, вот я за это люблю Марианна Ильича Лупу. Это гениально для меня человек. Каждое отдельное его слово меня поражает. Вместе не понимая ни одной фразы там. То есть, но общаться так – это очень красиво, что говорят, патроналистский накал напряжений в отечестве равен обратным процессам, происходящим в демократии, западноевропейского менеджмента, который определяет свое космическое бытие по сознанию левой луны, правого полушария, синего космоса. То есть, это очень красиво. Это вот как некая Блавацкая, как некий Рерих, такая Галиматья. Вот такая Галиматья очень красивая, графоманная. Я в этом смысле себе не изменяю, потому что я всегда любил Гребенщикова. Это человек, который сделал меня. Я всегда любил… Как интересно от вас слышать. Я думала, вы скажете, что я сделал Бог, Божий промысел. А вы говорите Гребенщиков. Гребенщиков сделал меня. То есть, у нас всех в жизни кто-то сделал. Мы же все прошли так называемую рамку образования. То есть, мы просто забываем, что это слово означает, что тебя нет как человек. Тебя надо образовать сначала. А если еще глубже сказать, то образование происходит слово «образ». Образ чего из тебя лепят. То есть, что ты должен получиться в конечном итоге. А потом, после образования, у нас есть Министерство просвещения, которое должно просветить то, что образовали. И вот в этом смысле, конечно же, как образ Божий, бесспорно мы творение Божие, но как люди, как факт человеческий, мы то, что нас слепило. Как говорил, по-моему, Юнг, психиатр, он говорил, что человек – это не то, что случилось, а то, что он с собой сделал. Это очень точный, кстати, элемент. И мы складываемся из того, что любят наши родители. Мы складываемся из того, что они ненавидят. Мы складываемся из своей школы. Мы складываемся из людей, которые тебя в конечном итоге сформировали. Из тех книг, которые мы тоже читали. Бесспорно. Или не читали, или не читали. Или не читали. Понимаете? И вот я говорю, что в этом смысле я сторонник блоковской формулы. Он великолепно сказал, что юность – это пора возмездия. То есть, по сути говоря, это так. Я долго не понимал этой фразы, как и Гребенчуков в детстве не понимал. Он мне нравился своей мелодичностью, потрясающими образами. Когда я стал понимать, о чем идет речь, я стал христианином. Просто совершенно твердо и точно. Потому что возмездие – это в том смысле возмездие, что то, что ты не успел сделать до 20 лет, не успеешь никогда. Не будет тебе больше времени. Не даст тебе ни времени, ни Бог, ни обстоятельств. То есть, по сути говоря, человек до 30 лет складывается как личность. Христос и молчал-то именно поэтому до 30 лет. В израильском религиозном обществе, если мальчик до 30 лет говорил, а я считаю, ему ставили на лбу жирный крест, несмотря на то, что на иерее говорили, ты дурак до конца своих дней. Что ты можешь считать? Ты должен молчать и слушать, как говорил один персонаж Шарикову. Современные люди, стерев ту заповедь о почтении, почитает своей матери, это ведь заповедь к возрасту, они стерли самую важную заповедь – ума. Потому что любовь – это единственный самый быстрый точный источник познания. Я люблю свою маму. Все, что она сказала, для меня – правда, автоматом. И я это принял и уложил в сердце. Если я люблю что-то, я это принимаю, любовь – это быстрейший коммуникатор на земле. И вот из этого мы складываемся. Гребенщиков дал мне чувство этой любви очень высокое. Он меня научил видеть Бога. Он открыл мне какое-то зрение очень важное, и дальше я его наполнял. То есть я не могу сказать, что только Борис Борисович поучаствовал в этой истории. Поучаствовал очень много замечательных людей, которые еще живы, некоторые уже упокоились. Поучаствовал мой настоятельный. То есть куча было обстоятельств. И это вечная благодарность наша, которая выражается в том, что… Прочитайте четыре строчки ваши любимые. «Если бы я мог любить, не требуя любви от тебя. Если бы я не боялся и пел о своем. Если бы я умел это, я увидел бы нас так, как мы есть, как зеленые деревья с золотом на голубом». Ну это так, на вскидку. У меня много там, это из Гребенщикова. То есть у меня есть множество любимых строчек. У меня есть великолепная любовь в моей жизни. Это там Бродский, это Анна Ахматова, это бесспорно весь Серебряный век. То есть я люблю поэзию, и это для меня как бы некий тоже критерий. Вот человек, который не поэтичен, с ним говорить о Боге очень сложно. Практически невозможно. То есть может быть это и есть один из тормозов цивилизации, что Богом пронизано все. Вот нет ничего, что не было бы пронизано. И ошибка наших политиков, ошибка всей политики мира в том, что они считают, что то, с чем они имеют дело, это временные законы, правила, которые мы сейчас поменяем, щелкнем пальцем, и мир изменится. Мир метафизичен. Над этим миром есть правила и законы, которые старше этого мира и старше нас. И если мы не видим этого, мы ничего не видим. Потому что нация, вот народ, да, это не то, что мы о себе думаем, а то, что Бог о нас думает. Нам эта земля дана Богом не для того, чтобы мы ее делили, красили, белили, выясняли, а чтобы мы это пространство превратили в Царствие Божие. Потому что присутствие Бога там, где есть правда. Правда присутствует в моем сердце. И если мы этого не выполняем, все наши функции пусты. Они никчемны и просто иногда губительны для нас. Поэтому это нас ввергает в такой кошмар. Какой из добродетелей вы цените выше всего? Рассуждение. Рассудительность – это высшая христианская добродетель. Ничего выше рассудительности нет. Если говорить о любви, как говорит Ания апостол, что любовь – это совокупность совершенств, то есть любовь – это все совершенства, то вот добродетель все-таки – это рассудительность. Потому что именно она открывает во мне все. И это наиважнейшее с христианской точки зрения занятие. Но это занятие, оно глубоко комплексно. Рассудительность – это не просто, как мы сидим за чашкой чая и выясняем что-то. Рассудительность – это в первую очередь попытка трезвения. Потому что пока я не трезв, я не вижу этот мир. Пока я не чистый. Или я вижу его другим. Конечно. Пока у меня нет сердечной чистоты, я не вижу чистоты никакой. То есть вот в этом смысле учителей в мире миллион. О чем все книги, о чем все песни, о чем все Евангелие? Все об одном и том же. Вся литература и культура существуют только потому, что я не знаю, как я устроен. Каждая книжка – это как зеркало. Она говорит, смотри, а вдруг так? А вдруг так? Это как зеркала. Тык-тык-тык-тык-тык. И я, вглядываясь в них, пытаясь понять, вот как я устроен, веду работу внутри себя по такому разбору завалов, чтобы отделить себя от неправды, чтобы неправду какую-то в себе вычеркнуть. И только тогда, в процессе этой работы, это и есть то, что называется покаянием в церкви. Это и есть то, что и есть исповедь. Исповедь – это не болтовня о том, что человек пришел и сказал, вот, курил, пил, изменял. Это пустые слова, ничего под ними нет. Это покаяние, это работа над своим сердцем, попытка вычленить себя из дерьма этого мира. То есть попытка увидеть правду. То есть попытка, как у Нео, как ему две таблетки предложили, и никто же не обещал, что с этой таблеткой будет счастье. Наоборот, только после того, как ты глотаешь таблетку Евангелия, вот и начинается катастрофа. Потому что ты вдруг понимаешь, что ты кусок мяса, что ты чушь собачья, что ты никто и ничто в этом мире. И вот тут начинается вся работа. Это по-христиански называется покаянием. Ради этого нужно провоцировать людей. Вот эти две таблетки – провокация. Хочешь правды? Хочешь шоколада? Выбирай. Правда невкусная, шоколад точно вкусный. Пробуй. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Мы всегда перед Богом. То есть, когда мы не перед Богом. Пройдя свой жизненный путь, оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Может, вы о чем-то спросите? Конечно же, спрошу. То есть, вы спросите все. Я думала, вы скажете, грешен был. Нет, если я уже оказался перед ним, значит, уже все о грехах своих я сказал. Потому что Господь в Евангелии нам четко предыскал, блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. То есть, если ты увидел Бога в своей смерти, это означает, что та твоя жизнь оказалась в действительной встрече. Потому что ты можешь встретить только свою любовь в конечном итоге. То, что ты любил, то ты и встретишь. Если я встретил Бога, слава тебе. Это, конечно же, высшее наслаждение, наверное, которое существует в райской действительности. Это задать Богу вопрос. Почему умирают дети? Почему было столько страдания в невинных сердцах? Мы не имеем ответа на эти вещи. То есть, мы не знаем массы вещей. И мы не должны их оправдывать. Это одна из форм, кстати, нашей жизни. Очень важно. Очень часто наши христиане этим грешат. Человек приходит и говорит, о, ты грешен, ты болеешь. Получается, что кто? Болезнь. Бог послал. Бог мститель, что ли? Бог мстит тебе за что-то. Мы не знаем такого о Христе. Он не был мстителем. То есть, мы знаем, что Бог сам пошел на страдания, но мы, тем не менее, не знаем массы вещей. Мы не знаем, почему мой сердце устроено так. Почему я не мог любить тебя, Господи? То есть, я хотел. Почему я делал что-то, и у меня не получалось? То есть, куча вопросов, которые Богу нужно задать. Их надо сейчас задавать. И последний мой вопрос. Мы выходим в эфир и накануне светлого Христового Воскресения, и уже непосредственно праздник Пасхи. Что бы вы могли пожелать? Всем гражданам этой страны, независимо от их статуса, пола, расы, речи, вы хотите, национальности? Я бы пожелал одного единственного, самого важного. Я бы пожелал, чтобы каждый из нас не упустил свою возможность быть человеком. Это самое важное, на самом деле, что вам дано в жизни, и за что единственное мы ответим перед Богом. Отцы говорят, что самый страшный грех, который на Земле существует, это нежелание опознать своего Творца. Это нежелание познать собственное устройство. Ведь как познавая Творца, я в его образ, я понимаю, кто я. Вне этого меня нет как человека, вне этого меня нет как личности, вне этого меня нет как политика, как человека. То есть у нас все задом наперед. Мы в таком мире родились. Я сначала стал мужем, а потом мне пришлось становиться мужчиной. То есть все задом наперед, потому что я не имел веры, я уже крестился, будучи там с семьей, с женой. То есть я вот желаю искренне, чтобы мы этот шанс не упустили, чтобы не получилось, как в песне Гребенчакова, что мы могли бы быть люди, а так я вижу козлы. То есть вот это страшная вещь. То есть она на самом деле, она очень быстрая. Мы видим, как жизнь коротка, как она там иногда просто как вспышка. Раз, понимаешь, очередь автомата и все. Поэтому, наверное, важнее этого ничего нет. То есть встать людьми. И это возможно только тогда, когда ты вглядываешься в Бога. То есть когда ты смотришь на высший идеал своей жизни и пытаешься подровнять себя в этом зеркале. Другие зеркала врут. То есть единственное зеркало, которым не врет, это образ Христа. Вот-вот, это единственный человек, все-все человек, эссе хомо. И, наверное, вот я желаю всем насладиться всей радостью этой Пасхи, потому что это единственное, что дало эту возможность. Потому что мы христиане, мы номинально, автоматически христиане. Но в событии воскресения Христова произошла самая важная вещь. Почему Евангелие называется благовой вестью? Вот какая может быть вестью обреченную на смертную казнь? Самая высокая. Свобода. И вот Пасха – это меня, смертного человека, Господь предлагает вечность. Он предлагает преодолеть смерть. Что важнее? По сути, древние люди, посмотрели, что мы читаем, они бы удивили списку книг. Самое главное – это мы не читаем. Я всем желаю радостного праздника. Радость именно в том, что мы свободны, что мы можем преодолеть все, мы можем стать людьми. Что у нас есть сила, у нас есть свет, у нас есть Христос. И это для меня, не только для человека, впервые, как для священника – первейшая правда жизни. Я тоже поздравляю вас с пасхальными праздниками, благодарю вас за беседу. И, конечно, поздравляю всех вас, мои уважаемые телезрители. Говорю, что мы увидимся с вами, как обычно, в субботу в 19 часов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова